Россия вошла в пятерку стран с самым дешевым безлимитным интернетом. Россия вошла в пятерку стран с самым дешевым безлимитным интернетом. 12.47 Москва, 28 июнь РИА Новости. Россия вошла в пятерку стран с самым дешевым мобильным интернетом. Заняв четвертое место в списке крупнейших экономик по этому показателю, свидетельствует исследование информационно-аналитического агентства. Content Review В рейтинге стоимости 1 GB Россия заняла четвертое место, улучшив свои показатели по сравнению с 2018 годом, говорится в сообщении. Согласно исследованию, если средняя стоимость 1 GB мобильного интернета в мире составила 195,5 рубля, то в России 37,9 рубля, в декабре 269,3 и 55,5 рубля соответственно. 14 февраля, 11.46 Акимов, более 57% россиян имеют мобильное устройство с выходом в интернет. Content Review Рассматривала тарифы до четырех крупнейших операторов в каждой из стран, использовалось среднее значение стоимости 1 GB, переведенное в рубли. Анализируемый список почти не менялся с 2016 года и охватывает 50 крупнейших стран по размеру ВВП. Исследование, таким образом, охватило тарифные предложения 136 операторов связи. Для расчета стоимости гигабайта брались тарифы и опции с включенным трафиком с ориентиром на 10 гигабайтов. При этом по дешевизне безлимитного интернета РФ оказалась и вовсе в лидерах. Россия заняла первое место в рейтинге стран с самым дешевым безлимитным интернетом. Соответствующие тарифы присутствуют в 26 из 50 стран, рассматривавшихся в ходе исследования, также говорится в сообщении. Средняя мировая стоимость тарифа с безлимитным мобильным интернетом составила 2791,8 рубля в месяц. У операторов во всем мире стало заметно разделение тарифов на три группы, для старшего поколения с пакетом до 6-7 гигабайт, для молодежи с пакетом от 15-20 гигабайт и для гипервключенных абонентов с безлимитным интернетом. Операторы стали запускать тарифы с безлимитным интернетом, однако лишь в нескольких странах их можно назвать доступными. Россия лидер среди развитых стран по доступности безлимитных тарифов, приводится в сообщении слова руководителя. И автора исследования Сергея Половникова.